Легким движением руки можно управлять любым электронным устройством на расстоянии. Команду подает перчатка-джойстик. Применение для разработки практически любая сфера. Будь то беспилотная авиация, крупные производства или даже космические эксперименты. Астронавты, находясь в безопасности, сидят в космическом корабле, надев подобное устройство. И могут управлять какими-то роботизированными конструкциями, которые находятся непосредственно в открытом космосе. Натюрморт от Самарского технического университета. Сыр с кафедры технологий пищевых производств. Соки и квадрокоптер. И таких инновационных разработок десятки тысяч. Университет включен в число 11 опорных вузов России. Сегодня это означает ни много ни мало, как новый статус. Центр развития экономики региона, а значит и всей страны. Ученые готовы не просто поставить на конвейер производство технологий. Разработки могут конкурировать с ведущими мировыми производителями. Вот если мы говорим о действительно импортозамещении, не о локализации производства. Взять, поехать в Италию, купить завод, привезти итальянских инженеров. Они нам здесь наладят производство моцареллы, уедут и будем в ладоши хлопать. Вот так третьи страны поступают, и мы их часто так поступаем. Надо эту ситуацию переламливать. То есть мы в своих промышленных лабораториях, если мы делаем сыр, вот у нас должно быть устойчивое качество. Опорные вузы должны стать драйверами развития страны. А чтобы поставить фабрику технологий на поток, налаживается сотрудничество с фондом Сколково. Эксперты фонда курируют проекты, а управленческий состав вуза проходит обучение во Всероссийском инновационном центре. Задача воплотить разработки в производство, а на многих высокотехнологичных изделиях поставить логотип «Сделано в Самаре». В этом плане смысл «Сколковской команды» и смысл «Сколково» – это действительно поставить новую систему управления. Это же невероятно сложно. В сложившейся иерархии отношений, вертикали власти, которые сейчас говорят, создать место, которое, внимание, отвечает за экономику региона. Вы только вслушайтесь, хоть и слова. Оторок берет. Поэтому задача «Сколково», отвечаю еще раз, это, смотрите, найти те рычаги и инструменты, в том числе обмениваясь между другими вузами, оптимальной для того или иной структуры. А в итоге ожидается цепная реакция новых идей и технологий, которые будут интересны инвесторам и научному сообществу во всем мире. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Продолжение следует...